Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. В сегодняшнем видео у нас очередное обновление Star Stable Online. Посмотрим, что добавили в этом обновлении, что ждет нас, в принципе, через неделю, и это будет что-то очень-очень мистическое и интересное. Так что устраивайтесь поудобнее, садитесь на лошадок, кормите их морковкой и... поехали! Не даром я села на своего любимого тинкера, которого, в принципе, это мой самый первый тинкер, хотя когда-то я думала, что это у меня будет старая моделька, но я его все-таки купила, даже без вашего виду, и все-таки на него села сегодня, потому что, ну, нет, черный лиценок, и нам добавили еще трех милейших тинкеров, на которых мы сейчас с вами и посмотрим. Все они находятся в деревушке Вейлдейл, все они стоят 850 старкоинцев. Напоминаю, что тинкеры устойчивы к суровым холодам долины динозавра, у них густые щетки, поэтому они не могут носить нагавок. Также из-за того, что они такие классные, просто зимние лошадки, у них можно делать вот такую бородочку, что я, собственно, своему аметистому шарму и сделала. Так что давайте посмотрим на тех красавчиков, кого к нам привезли в этот раз. О, так, вот эта прелесть тут уже стояла. О, ты и боже мой, они все очень классные, они все очень классные. У меня есть в клубе девочка, которая скупила всех тинкеров в игре, которые новые модельки, и я ей пообещала, что если опять у нее будут проблемы с приложением, я ей обязательно помогу заполучить тинкера, если будет в приложении. О, боже мой, какие они классные все, всего-таки. Так, у этого коняшки глазки, у него карие глазки. Очень классная прорисовка вот этих пятнышек, шерстинок. То есть вообще классненько. Вот это вот просто бежевый, просто нежность, нежность, просто, я не знаю, мороженка, мороженка, просто мороженка. Так, у нее, что у тебя с глазками? Ага, у нее опять, как у двух других тинкеров, у нее, я не помню, как называется, простите, забываю. В общем, у нее один глазик голубенький, другой светло-карий. Но от этого она ужаснее не выглядит, боже, какая ты классная, просто, божественная, просто, ну, милейше, полное. Вот так и хочется вот нажать сюда. Но надо посмотреть, надо посмотреть. Потому что качать лошадь... Да, я сейчас немножечко начала снова качать лошадей, не знаю зачем, просто хочется. Наверное, пытаюсь как-то себя снова привидеть, почаще появляться в ССУ. Вот, но десятого уровня аметиста я смогла прокачать только потому, что были эти козлики. Я собрала все и вся, все, вообще все, что можно по этим козликам. И поэтому обменивала на опыт лошади и таким образом быстро его до десятого докачнула. Так, вот такого у нас добавили. Знаете, вот если бы щеточки были черные, Ух! А, кстати, вообще вопрос, есть ли в жизни лошади с черными щеточками? Есть вроде бы? Есть, конечно же. Ну, фриза... Не, я имею в виду такие тяжики. Что-то я задумывалась, а видела ли я когда-нибудь фотографию Тинкера с черными щеточками? Господи, у меня, я же думала, у меня лошадь пропала. Так, ну, в общем-то, если бы у него были черные щеточки, я бы его прям вот-вот-вот-вот бай-бай-бай-бай-бай. Так, вот такие вот лопусечки к нам добавились в этом обновлении, так что обновление небольшое. Покупать я пока никого не собираюсь, потому что у меня СК немного. Ну, нет, точнее, для кого-то 2406 СК это много. Но если вдруг выпустят каких-то эксклюзивных лошадок, которые там, допустим, уберут, я хочу, чтобы у меня был запас нерасходуемого материала на всякий случай. Так что всё по этим лошадкам, добавленное в обновление, мы уже всё рассказали. Также из информации, арена для выиски у конюшен Юрика будет открыта ещё неделю, и это позволяет вам насладиться пока что ещё целую неделю волшебством этой прекрасной арены. Точнее, ну, она не волшебна, конечно, хотя, учитывая то, какая она, я, если честно, в этом немножко сомневаюсь. На следующей неделе нас ждёт какое-то очень интересное, непонятное обновление Фордпинта. В Фордпинте в очередной раз что-то будет происходить, и мне кажется, что в очередной раз у нас будет виноват вон тот самый Джеймс. Вечно он что-нибудь устраивает Фордпинта. Вот, так что в этом обновлении всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет приятно их читать. И чаще всего, кстати, если, как бы, я хочу обратную связь с комментарием, то как только он появляется, я стараюсь сразу на него и отвечать. В общем, с вами я была Даналия, и мой конь на сегодня Аметистовый Шарм. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!